Здравствуйте! В эфире Юнивер Ньюз, программа о новостях Казанского Федерального Университета и студенческой жизни. С вами Алия Садыкова. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Ильшат Гафуров встретился с представителями российских и республиканских СМИ. Самых талантливых студентов и аспирантов наградили именной стипендии мэра. Состоялось последнее заседание ректората в уходящем году. Сегодня состоялась встреча ректора Казанского Федерального Университета с представителями республиканских СМИ. О чем беседовал руководитель вуза с журналистами и какие вопросы интересовали Акулпера, узнаете из нашего сюжета. Беседа Ильшата Гафурова с корреспондентами телевизионных, газетных и электронных средств массовой информации состоялась в здании библиотеки имени Лобачевского. Но перед этим представители СМИ решили посетить Центр информационных технологий Казанского Федерального Университета. Здесь журналистам показали, откуда ведет свое вещание университетский интернет-канал «Универ-ТВ». После знакомства с университетским телевидением гости были приглашены в здание библиотеки, где и состоялась беседа с Ильшатом Гафуровым. Встречу ректор начал с небольшой презентации Казанского Федерального Университета, а затем ответил на все интересующие вопросы. К примеру, журналистку из интернет-издания «Бизнес онлайн» волновал вопрос места фундаментальной науки в жизни обновленного КФУ. Вы знаете, мы продолжаем и в наших ведущих институтах исследования в области фундаментальных разработок, в области низких температур. Значит, исследования проводятся в высокотехнологической химии. Но далее мы соотносим весь тренд наших исследований именно исходя из того, что это как-то может быть использовано на сегодняшний день. Как сказал Нобелевский лауреат, у нас с вами соотечественник, господин Академик Амфёров, он сказал, что нет большой разницы, есть просто время, в течение которого эти исследования внедряются в жизнь. Не обошлась беседа и без компрометирующих вопросов. Корреспондент газеты «Комсомольская правда» поинтересовалась, как Ильшат Гафуров относится к недовольству студентов нынешним положением дел в университете, которое было вынесено на всеобщее обозрение в интернете. Не собирается ли он в связи с этим покинуть свой пост ректора? Во-первых, я бы так громко и сказал, что это реакция наших студентов, это реакция блогеров, которые там сидят с утра до вечера, и одни и те же люди пишут. Поскольку пишут с ошибками комментарии, я не думаю, что это студенты федерального университета. Второе, я ведь встречаюсь очень часто со студентами, может быть, вы об этом не знаете, и я не вижу никакой негативной реакции. Я могу идти с этой работой, я никогда ни за одну работу не держусь. В том случае, если результаты не будут позитивными, если динамики не будут. В истории России присоединение за год шести учебных заведений с огромным массивом и с огромным периодом самостоятельной работы не было. И она, я считаю, прошла достаточно безболезненно. Вы не видели ни митинга, слава богу, ни шести. Некоторые из присутствующих журналистов, пользуясь случаем, решили узнать, как изменится в наступающем году стипендия студентов Казанского федерального. Кто-то просил подтвердить или опровергнуть информацию о закрытии татарского хора и переезде библиотеки в другое здание. А наиболее любопытные корреспонденты старались выведать, какие новшества и изменения ждет наш университет в 2013 году. Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в полной видеоверсии встречи Ильшата Гафурова с представителями татарстанских СМИ на нашем сайте универсмотри.ру. Артем Масахов, Ленар Довлетьяров, Алексей Игнатьюк. Специально для Универньюз. Новый год – это не только пора веселых праздников и народных гуляний. Для некоторых этот период знаменуется подведением годовых итогов. Но специально для талантливых школьников и студентов нашей республики было решено совместить приятное с полезным, дать оценку их работе и торжественно наградить самых активных и успешных из них. Такое крупное событие, как награждение талантливой молодежи Татарстана, проходит в нашем городе в седьмой раз. Эта премия является государственной поддержкой юных гениев. Безусловно, такое крупное событие не могло обойтись без студентов Казанского федерального университета, которые в этом году удостоились премии за активную социальную и научную работу. Награду я получил в качестве победителя республиканского конкурса «Вверх», финалиста проекта «Кадровый резерв». Работа общественная, спортивный организатор территории университета. Я являюсь руководителем добровольной пожарной команды, которая будет работать на университете непосредственно. Это вторая премия поддержки талантливой молодежи, которую я получаю. Это я получила за победу на международном форуме «Ломоносов-2012». Я занимаюсь наукой и участвовала в своей научной работе в секции фундаментальной медицины и стала победителем. Награды получили не только студенты средних, профессиональных и высших учебных заведений. Среди номинантов было немало школьников и даже работающих ребят. Победители удостоились премии за активную социальную работу, научно-технические заслуги. За успехи в творческой деятельности и любительском спорте, а также достижения в учебно-исследовательской области и за профессиональное мастерство. Сегодня мы здесь чествовали 161 победителя и призера всероссийских и республиканских предметных олимпиад, конференций, конкурсов. Очень приятно, что к нам приехали также ребята из Ижевска, Самары. Это ребята, которые обучаются сейчас в других городах, в других вузах. Но они любят республику и приехали сюда, чтобы получить свои призы. Стоит отметить, что данная премия учреждена президентом Российской Федерации в рамках Всероссийского приоритетного национального проекта «Образование», одним из важнейших направлений которой – государственная поддержка талантливой молодежи. Одними из ветвей этой программы является поддержка лучших учителей, поддержка классных руководителей и развитие дистанционного образования. Артем Масахов, Руслан Юсупов, специально для Универньюз. Ежегодно мэр Казани награждает именной стипендией лучшие студенческие и аспирантские работы, а также творчески одаренных детей. 25 декабря в Казанской ратуши прошла традиционная церемония вручения. О том, как это было, в репортаже моей коллеги. Вручение именной стипендии мэра города Казани – традиционный настоящий праздник для соискателей. 4 месяца строгого отбора претендентов, несколько туров, чтобы выявить самых творчески одаренных детей и талантливых студентов и аспирантов. И, наконец, достойная награда нашла своих победителей. 68 лучших были награждены дипломами стипендией, которая стала приятным новогодним подарком. 10 тысяч рублей для учащихся детских музыкальных и художественных школ и студентов СУЗов, 20 тысяч для студентов ВУЗов и 30 для аспирантов. Вручал стипендию лично мэр нашего города. Из таких активных, зажигающих вокруг себя, все людей и состоит. Наша жизнь, наше общество, оно двигается вперед. Стипендии – это шанс проявить себя не только студентам и аспирантам, но и всем юным дарованиям, которые в этот день также были в центре внимания. Помимо получения заслуженных наград, ученики музыкальных школ участвовали в музыкальных номерах – подарках всем победителям. Особенно ценно, что большая часть именных стипендиатов – студенты и аспиранты Казанского федерального. Своими достижениями и эмоциями от победы они поделились с нашей съемочной группой. Исследовала экологическое сознание жителей города Казани и сделала некоторые выводы и рекомендации. Очень рада, что в этот торжественный день моя работа «Влияние гендерного фактора на модернизацию системы управления города Казани» выиграла. И она окажется действительно нужной и актуальной для развития экономики города Казани, в том числе и Татарстана. Стипендия такая присваивается в канун Нового года, и это очень приятно. Ее можно получить только один раз, а это придает некую торжественность данной награде. Вручение именной стипендии стало настоящим новогодним подарком для победителей, а для их коллег и одноклассников – стимулом для работы над собой. Надеемся, на будущий год количество стипендиатов возрастет. Евгения Шевченко, Александр Муравьев, специально для Универ-Ньюс. 24 декабря состоялось очередное заседание ректората. О том, какие вопросы поднимались на последнем заседании в этом году, и каких перемен стоит ждать в ближайшее время – в сюжете Евгения Шевченко. Несмотря на приближающиеся праздники, работа в Казанском федеральном кипит и подводить итоги года пока рано. Это стало ясно на прошедшем ресторате, где одним из вопросов повестки дня был план событий на текущую неделю. Стоит отметить, что он довольно обширный. Вручение премии, стипендий, ученый совет, встречи со СМИ и праздничные мероприятия. Просьба, если есть возможность, то у себя в институтах последние дни тоже провести все мероприятия, если есть возможность также пригласить великие ветераны. Помимо обсуждения планов и отчета за контрольные поручения, ректорат ознаменовался и приятным событием – представлением директора Института массовых коммуникаций и социальных наук Наиля Мухарямова. Конструктивный диалог выстроился по организации временной структуры филиала КФУ в Набережных Челнах, к которому недавно присоединилась Камская государственная инженерно-экономическая академия. В связи с этим стал вопрос о том, как избежать дублирования факультетов, о возможностях их слияний и, главное, о том, как новому филиалу максимально быстро и безболезненно стать полноправной частью КФУ. То есть мы должны выстроить вертикально, как бы, по примеру, значит, вертикально дублированную систему. Диплом один, поэтому стандарты и качество должно быть желательно добиваться. Много нового происходит и в жизни Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ. Стало известно о скором переименовании Центра стандартизации качества госмуниципальных услуг. Особый интерес вызвало создание Малой академии госуправления. Об этом проекте рассказала директор Лилия Нургатина. Реализация проекта будет осуществляться в рамках нашего проекта «Хочу быть полезен в своей стране, в своей республике», который выиграл федеральный грант. Это первоначальная ступень. И будет реализовываться в течение двух лет, 2013-2014 года. Процесс обучения в рамках МАГУ предусматривает пять сессий. Помимо этих актуальных вопросов, собравшиеся услышали рассказ директора высшей школы ИТИС Айрата Хасьянова о недавней командировке в университете и колледже США. Обсудили и будущие планы. От обеспечения доступности зданий КФУ для лиц с ограниченными возможностями, о которых рассказал проректор по хозяйственной деятельности Ленар Сафиулин, до перевода пользователей на новый почтовый сервис университета, подробности которого осветил Дмитрий Бурмистров. Однако эти проекты осуществляются уже в новом 2013 году. Евгения Шевченко, Александр Муравьев, Руслан Юсупов. Специально для Универ Ньюс. Новый год – время чудес и сказки. В предвкушении праздника все с нетерпением ждут подарков. Для учеников ИТИ-лицея при КФУ лучший подарок к Новому году – это встреча с родными. На новогоднем концерте с лицеистами и их родителями побывала Виктория Егорова. Новогодний концерт в ИТИ-лицея-интернате при КФУ – событие долгожданное, ведь в этот день к лицеистам приехали их родные, с которыми они не виделись несколько месяцев. Вы знаете, очень тяжело отправить ребенка далеко от себя, но далее от дома мы все равно общаемся и радуемся, что он здесь, он рад, что он учится. Первые полгода обучения позади, а впереди праздники и долгие зимние каникулы. Новогодний концерт в стенах ИТИ-лицея при КФУ ученики готовили вместе со студентами Казанского федерального. Мужскую лицеистскую братью разбавили выступления девушек из танцевальных коллективов «Каликория» и «Шторм». Мы привыкли силами наших мальчишек делать концерты, и то, что сегодня у нас появились выступающие в других коллективах, просто замечательно. Но главные герои концерта, конечно, лицеисты. Для своих родных ребята подготовили целый спектакль, в котором доказали, что кроме учебы ученики ИТИ-лицея успевают заниматься еще и творчеством. Для многих учеников лицей стал вторым домом, так что даже на каникулы уезжать домой торопятся не все. В новогоднюю ночь с 31 на 1 IT-лицей устраивает грандиозный праздник, куда приглашены и дети, и их родители. Много людей собираются, хотят вместе здесь. Здесь весело, уже программу все ставили. Будет интересно. В праздничную программу войдут спортивные игры, квест, фейерверки, чемпионат по футболу и кое-что еще. Тут будет все, что мы запрещали в течение года. Допустим, к этому относятся игры, электронные игры, компьютерные игры. Виктория Егорова, Алексей Игнатьюк. Специально для Юнивер Ньюс. Предпраздничная неделя в КФУ богата на приятные события. Подарить детям праздник решили преподаватели и студенты Казанского федерального. Институт педагогики и психологии и Институт филологии и искусств объединили свои усилия и устроили для сотрудников университета и их детей настоящую сказочную феерию. Данцы восточных красавиц, песни, игры и конкурсы для детей – все это сопровождало новогоднее представление. Новогодняя елка была организована студентами и преподавателями Института педагогики и психологии и Института филологии и искусств Казанского федерального университета. Главным украшением праздника была сказка, в которой злой и леший похитил снегурочку, а добрый кролик пытался ее найти. И, конечно же, как и в любой детской сказке, добро одолело зло, и зимняя красавица была освобождена. А волшебным завершением стало появление главного героя любого Нового года – Дедушки Мороза. Дедушка Мороз! И стоило только ребятам дружно позвать хозяина праздника, как он тут же явился перед ними и сразу же закрутил новогодний хоровод под свою любимую песню. Гостей поздравил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он пожелал собравшимся удачи в наступающем году. Хороших вашим родителям подготовить для вас подарки, и чтобы вы и мы все с вами никогда не болели, были здоровы и стали хорошими студентами. Спасибо вам и хорошего праздника! Праздник получился на славу. Все желающие смогли проявить свои таланты, рассказать стишок, станцевать или спеть для Снегурочки. Все участники праздника получили огромное удовольствие. Артем Масляхов, Руслан Юсупов, специально для Универсньюс. С вами были новости Казанского федерального университета. Смотрите нас на сайте universмотри.ru. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова